Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. И сегодня я подниму очень важную тему. Безработица в Швейцарии. Кто не знает, у меня есть еще один канал, который называется «Моя Швейцария». И там я размещу по этой теме официальные данные, пункт по пункту, кто имеет право на пособие по безработице, что это за пособие, чем оно отличается от других пособий и страховых, которые мы платим с нашей зарплаты, чтобы не повторять контент, вы можете перейти на этот канал, ссылочку я дам в описании, и посмотреть видео, которое основано на фактах. А на этом канале я рассказываю про свой личный опыт, какие есть нюансы, на что нужно обратить внимание, опять-таки учитывая, что я живу в кантоне Берн. И в каждом кантоне могут ситуации и правила меняться. Кто еще не подписался на мой канал, может это сделать прямо сейчас. А мы с вами продолжим. Моё первое знакомство с безработицей случилось, как только я приехала в Швейцарию. Когда я захотела выйти на работу, я пришла в Гемайнды и спросила, куда мне обратиться по поводу поиска работы. И мне почему-то дали адрес ближайшего РАФа. Это служба по безработице. Когда я туда пришла, мне назначили термин, я зарегистрировалась, получила, значит, встречу с каким-то императором. И мне там сообщили дружелюбно, что так как я ни дня не работала в Швейцарии, то, естественно, ничем они мне помочь не могут. И максимум, что они могут мне предложить, это распечатанные с компьютера список, перечень веб-сайтов, где я могу найти работу. Я тогда разговаривала по-английски. То есть, естественно, мне никто не предложил ни немецкие курсы. Мне просто дали распечатку веб-сайтов. И поэтому, когда я слышу от других людей, что кому-то оплачивают курсы немецкого, вновь прибывшим в Швейцарию, кому-то там оплачивают какие-то курсы, мне, честно говоря, странно и смешно. Понятное дело, что в каждом кантоне свои правила, свои законы. Нагу говорить только о своем личном попыте. Там же мне объяснили, что я должна буду отработать минимум полтора года. И только тогда я имею право прийти и встать на учет по безработице, так как, не путайте, пожалуйста, пособие по безработице – это не социальная помощь. Ее не нужно возвращать. Это страховка, которую мы платим со своей зарплаты. На тот случай, что когда мы потеряем работу, мы получаем пособие по безработице, пока мы не найдем следующую работу. Значит, это пособие составляет 70% для тех людей, у кого нет детей, и 80% для мамочек в основном, у которых есть дети. Потом я нашла свою первую работу. Работала я только на выходных, получалось почти 40-50%. И когда я работу первую потеряла, я обратилась в службу по безработице и встала на учет. Очень важно заметить, что встать на учет по безработице нужно в тот же день, когда вы получили увольнение. Обычно у вас еще есть кюндигумфрист, который вы должны отработать. Это все зависит от контракта вашего. В моем случае в первой работе я потеряла работу в течение пробного времени, и поэтому кюндигумфрист у меня был всего лишь месяц. То есть со мной не продлили контракт после вот этого пробного периода. И поэтому я получила это увольнение и сразу же побежала в РАФ становиться на учет. Как долго можно получать пособие по безработице? Все зависит от срока, от того периода, сколько вы работали. Значит, на тот момент я проработала полтора года на 50%, и поэтому в следующие полтора года я могла получать пособие в размере 80% от средней заработной платы. Так как я работала по часам, они вычли за полтора года средние часы, и от этой суммы платили мне пособие. Это были небольшие деньги, но это делается для того, чтобы у человека был стимул найти как можно быстрее работу. Значит, мне попался очень хороший инспектор, который, посмотрев на мои дипломы, внушила мне надежду, что я могу найти лучшую работу, чем та, которая у меня была в сервисе. И поэтому она меня направила сразу к беру в спиратор. Это человек, который смотрит на твои документы и объясняет, какие у тебя есть шансы, в каком направлении ты можешь пойти и что-либо доучить, где-то себя доквалифицировать, чтобы получить какую-то там работу в Швейцарии, основываясь на твоем дипломе. Обычно такая встреча стоит 250 франков за час, но в случае, если тебя посылает служба безработицы, то это, естественно, бесплатно. Мне не очень повезло, так как в моем случае сотрудница попалась очень неквалифицированная, а на тот момент у меня немецкий был еле-еле А2, причем в РАФе считали, что у меня шикарный немецкий, несмотря на то, что я сама его выучила в сервисе и сама оплачивала до этого какой-то интенсив. Они мне говорили, что для моей специальности, для моей работы, где я работала, у меня шикарный немецкий, и, естественно, улучшать мне ничего не нужно. И, опять-таки, никто мне не предлагал никаких бесплатных курсов немецкого. Значит, эта бераторша, которая смотрела мои документы, что я заканчивала, она вдруг схватилась за голову и сказала, «О, Боже, с мастер-дипломом пошли работать в ресторан! Нет-нет, у вас другое будущее!» Она начала мне предлагать варианты пойти доучиться в университет и получить уже швейцарский бакалавр либо мастер-диплом и посылала запросы в разные университеты. А так как у меня инженерный диплом, и она послала в Базельский университет, в университет Цюриха в ЕТХ с А2, и, конечно же, везде она получала отказы и ответы, что они не могут определить, какая именно специальность у меня, потому что для технического вуза у меня было очень много экономических дисциплин, а для экономического вуза у меня было очень много технических дисциплин. И, короче говоря, на этом все закончилось. Но единственный плюс, который от этой встречи у меня получился, это то, что они мой диплом сделали анеркант в Швейцарии. То есть у меня было от Круз ЦХ подтверждение, что мой диплом по часам соответствует диплому мастера в Швейцарии, но я не могу занимать руководящие должности. Извините, о каких руководящих должностях речь? Если у меня нет ни опыта работы в Швейцарии, ни, естественно, должного языка, как я могу на своем языке А2 руководить швейцарцами? Вот, короче говоря, это затянулось, наверное, на полгода, пока вот эта вся канитель была с этими дипломами и так далее. Значит, вот эта вот справочка от Круз о том, что мой диплом соответствует мастеру в Швейцарии, никак мне не помогла в дальнейшей моей там судьбе, да, и в поисках работ, так как оно мне только мешало, так как куда бы я ни посылала свои резюме на любую должность, мне везде с того момента присылали ответ, что от вас отличные дипломы, но, к сожалению, у нас нет для вашей высокой квалификации ни одной должности. Я была для них переквалифицирована. И потом, в дальнейшей своей жизни, я просто нигде уже не указывала, что у меня мастер-диплом, потому что никого мои регалии и дипломы из прошлой жизни не интересовали. Значит, следующее, чем мне помогли в тот момент в РАФе, они меня послали на курс, где нас учили писать бевербунги. Этот курс я всем советую, и он очень многому меня научил, и помог не просто узнать лучше, как правильно писать бевербунги, как правильно составлять досье, а также нам объясняли, как можно прочитать свои арбитсоднесы, характеристику с работы, как работодатели могут между строчками какими-то специальными словами о вас высказаться в не очень хорошем ключе. И там же они посмотрели мою характеристику с предыдущей работы и заметили, что там была одна фраза, которую не имеет права работодатель писать в характеристике. Это про ваши личные качества. Он должен только писать про ваши качества, связанные с работой. Что меня взяли на пробную работу, как и других официантов, в один ресторан, а потом там поменялся хозяин, его перекупили, и новый хозяин пришел туда со своим персоналом. И чтобы у них была причина увольнения, мне написали Wir haben bessere Deutschkenntnisse erwünscht. То есть мы ожидали лучшие немецкие знания, типа такого, если дословно перевести. И вот это категорически не имели права написать в моей характеристики, так как это не соответствует правилам. Мы послали работодателю письмо, они мне помогли правильно составить. И он изменил вот эти вот сотни, он убрал это предложение из моей характеристики. Кто бы мне это сделал? Этот курс проводился от Хекса, это Евангелистская церковь. И там же у них была программа по интеграции взрослых. То есть есть люди, которые, допустим, всю жизнь проработали там каким-то логистикером, и вот он потерял работу, швейцарец, и он захотел абсолютно что-то новое попробовать. И они тебе предоставляли практику. Например, они его там послали на неделю в Икею, и он там, короче, совершенно новую специальность мог для себя попробовать. И меня послали, учитывая, что у меня были какие-то знания по Kaufmanisch, как бы секретарской основы, меня послали на практику в Гимайнде. Там мне нужно было архив переоформлять. Опять-таки для меня это был какой-то опыт, это полгода у меня была практика. Опять-таки это тренировка языка. Там же я пришла к выводу, что я не хочу работать ни в каком бюро. Если я приходила работать в ресторан, это всегда была живая работа, это общение с клиентами, это какие-то праздники, какие-то дни рождения, какие-то выходные дни с семьёй, то там все сидели в гробовой тишине, было слышно только, как они что-то печатают на компьютере, в 9 часов у нас была первая кофе-пауза, все сидели в телефонах либо в газетах, никто ни с кем не разговаривал, никто ничего не спрашивал, как ты провёл выходные, как ты провёл там вечер. Ну, короче, вообще никакого общения. И как я попала там тоже в просаг, значит, я подумала, о, наконец-то же у меня будет офисная работа, наконец-то я смогу одевать мои красивые вещи, которые у меня ещё с Одессы остались, как директор турфирмы. И первый свой рабочий день я пришла в таких вот малиновых босоножках на каблучке, в такой вот блузке чёрной, у юбки карандаш, они дружно смирили меня глазами, и я опять-таки посмотрела им на ноги и увидела, что они все в носках и в домашних тапочках, то есть они приходили на работу и переобувались. И когда они увидели меня на каблуках, они спросили, а ты нормально, застрахована, у тебя не будет потом проблем со спиной. И, короче, мне так стало стыдно. То есть они, когда видят, что ты их носишь в каблуки, для них это как будто ты преступник, ты умышленно портишь своё здоровье, чтобы потом с кранкинкассы выгребать деньги на своё лечение. Ну, короче, вот. Плюс потом сказали, дупельстви тюрхерин, то есть как будто бы из Тюриха, а они бернерин. И я говорю, ой, а чем оно отличается? И они сказали, что тюрхерин – это мода, туси, а бернерин – это вандерншуя и рюкзак на тур, фройде. Короче, для меня тоже было вот это открытие. Но я тогда только приехала, естественно, в Швейцарию, и у меня были ещё вот эти вот вся эйфория, что совершенно по-другому, конечно же, одевалось, как принято было раньше в Одессе. И, конечно же, постепенно это всё у меня ушло на ноль, так как я уже бернерин, я стала бернерин. Вот, значит, пытались мы долго где-то меня пристроить, какую-то найти работу. Опять-таки, с этого Гемайнда я получила хорошую характеристику. Я побывала в разных отделах, я попробовала там какие-то счета на электроснабжение, значит, выписывать, записывать. И, потыкавшись, помыкавшись, мы поняли, что подходит уже к концу срок моего вот этого Arbeitsloss'а. И ничего я никак нигде не могу найти, куда бы я ни посылала бивербунги, связанные с экспорт-импортом, мне присылали только отказы. И тогда мы договорились со своим вот инспектором, что, наверное, давайте вернёмся обратно, откуда мы начали, и останемся всё-таки в сервис-работе. И я пару раз ходила на какие-то банкеты и поняла, что я вообще ничего не знаю, мне было безумно стыдно, что я элементарных вещей не знаю. И мне предложили в РАФ выбрать курс на выбор, что если я хочу остаться в сервисе, мне могут предложить сервис-школу, либо я хочу переквалифицироваться, и мне могут предложить Красный Крест. Это вот флаги беруф. Я, конечно же, тогда не знала, что такое Красный Крест, что такое флаги беруф, и попросилась пойти посмотреть, подходит оно мне или нет. И мне сказали, что достаточно пройти тест. И задали мне три вопроса. Первый. Могу ли я обходиться с мёртвыми? В смысле обходиться? Ну, в смысле помыть их, подмыть, приготовить их, там, как они умерли, значит, к захоронению. Боже, нет, конечно же. Могу ли я с голыми взрослыми тоже обходиться? Опять-таки нет. И третий вопрос уже был какой-то, но мне уже было дурно, мне уже тошнило, мне уже просто кружилась голова. Конечно же, на все эти три вопроса я ответила нет. Сказали, окей, иначе тебе эта профессия не подходит. Я сразу же после этого сервис-курса я нашла работу. Второй раз знакомство с моим Arbeitslos'ом происходило, когда я опять потеряла работу, не по моей вине, значит, это получилось так, что первую работу, которую я нашла после сервис-курса, она была далеко от меня, то есть 100 километров в день я ездила туда-обратно, но я согласилась на эту работу только по одной причине, что я могла начинать в 5 утра и до 2 часов дня я уже заканчивала. Был идеальный вариант для мамы с ребенком, и поэтому я ездила в такую даль. Два года я проездила, и, конечно же, я параллельно искала что-то рядом с домом, и я нашла такую же работу на автобане рядом со мной, там в 15 минутах езды. Они меня безумно хотели, что вот-вот-вот я должна уже начать, не могли ждать этот кюнди-гумфриз 3 месяца. Я, естественно, уволилась сама с работы, потому что я перешла на новую работу. И, естественно, как всегда, на каждой работе есть испытательный срок. У меня он был там, по-моему, месяц. И когда я была на испытательном сроке, то эта девочка, которая уволилась с этого рабочего места и пошла куда-то в другое место, она вернулась обратно, так как ей это мне понравилось. И мне просто сказали, ой, Татьяна, извините, девочка, это вернулось, вы нам больше не нужны. И это как раз было перед Рождеством. Представляете, я остаюсь на улице, я ушла со своей работы, где меня просили не уходи. И в итоге вот эта вот такая ситуация произошла. Конечно же, на мое рабочее место уже тоже взяли человека, мне нельзя было обратно вернуться. Короче, я осталась на Рождество без работы. Значит, опять стала я, значит, на учет по безработице, и на этот раз у меня очень все быстро произошло. Значит, какой еще есть нюанс, что когда вас увольняет шеф, и касса по безработице шлет запрос работодателю, по какой причине вас уволили. И здесь я столкнулась с такой ерундой, то есть он не написал, что меня уволили, так как пришла какая-то другая сотрудница, вместо которой меня взяли, а он написал какую-то небылицу, сказку, что я постоянно опаздывала на работу, что я не подхожу их коллективу, что я не нахожу контакт с какими-то людьми. И для меня это был шок. Но опять-таки хорошо, что мне там кто-то посоветовал, что я тут же должна написать, противостоять, да, вот этому вот клевете, потому что мне прислали от работодателя вот это объяснение, попросили объяснить. Потому что если вдруг работодатель докажет, что ты не подошла, и они вынуждены были тебя уволить, тебя могут лишить пособия на три месяца. Либо если ты сам уволился на ровном месте. И, конечно же, я тут же отреагировала, написала вот этот вот ответ в свою версию, что он мне никогда не делал замечания, у меня прекрасные отношения с сотрудниками получились, но все жаловались на минус штунден, все жаловались на маленькую зарплату. Мало того, мне дали ужасно маленькую зарплату, не ту, которую мне обещали. И, в принципе, я была очень расстроена, а с другой стороны, очень рада, что меня уволили. Как бы мне стали сразу платить пособия, как будто бы ничего не произошло. Я очень быстро нашла вторую работу уже в гольф-клубе, благодаря тому, что я начала ходить от купол на подработки. И когда я попала один раз на банкет, второй раз на банкет, они меня приметили и спросили, ой, вы случайно не ищите работу? Короче говоря, я просто пришла в нужное время, в нужный час. Они меня так сильно хотели, потому что был сезон, и у них, видимо, не хватало персонала, что они пошли на все мои условия. Я получила работу рядом с домом, в прекрасном месте, мне дали хорошую зарплату, я назвала определенную сумму, мне дали еще на 200 франков больше. И таким образом я сразу, через три месяца вышла на работу. Отработав там два года, случилась у меня ужасная ситуация, о которой, может быть, я сделаю новый сюжет, если вдруг будет интерес. То есть мне пришлось потом судиться с этим работодателем. И что я хочу сказать, что неважно, какие у вас отношения с работодателем, может быть, душка миловидной, но когда дело касается денег, то там нет никакой морали. Никого не волнует, что у тебя дети, что ты мать-одиночка, что у тебя какая-то там сложная ситуация. Если им экономически невыгодно больше твое присутствие, тебя просто выкинут на улицу и глазом не моргнут. Естественно, эта ситуация произошла зимой, опять я осталась на улице. И тут начались проблемы, потому что мне прислали вот это увольнение без кюндигун фрист, то есть фрист лосс. В таких случаях получаешь ты увольнение, когда ты что-то такое ужасное сделаешь, что чуть ли тебя там на воровстве не поймали, или еще что-то. То есть просто так тебя фрист лосс не увольняют. И когда я в этот же день побежала, значит, в РАФ встать на учет, они меня спросили, кто уволился. Меня уволили? Он говорит, нет, здесь написано, что вы сами себя уволили. И мне посоветовали взять адвоката, потому что я сама себя не увольняла. Могли лишить пособия на три месяца, я ничего плохого не делала, так как я сама себя уволила. А я себе такого позволить не могла, мне надо было за что-то жить. И, короче, когда я уже потеряла вот эту работу, я начала задумываться, как дальше куда идти, что делать. Я абсолютно больше не хотела работать в сервисе, потому что у меня была такая жуткая обида, что вот за все мои старания со мной так обошлись, что мне просто опротивила эта работа. И я начала искать новые пути. И опять-таки, что хочу сказать. Если вы идете, попадаете в РАФ на безработицу, то вы должны искать работу. Очень многие думают, что он сейчас придет в РАФ, ему будут какие-то курсы предлагать оплачивать. Нет, курсы будут предлагать оплачивать только в том случае, если они как-то связаны с вашей работой и помогут вам как-то улучшить свою ситуацию на рынке, конкурентноспособность. Например, я когда подавала Beaverbunk в СББ, на диспетчера, там требовался французский язык. Я подхожу по всем параметрам. Я прошла уже два тура собеседования. Вроде как они меня берут, но мне нужен срочно французский. У меня есть полгода, чтобы выучить хотя бы А1. И тогда в РАФе сказали, окей, это мы вам оплатим. Без проблем. Естественно, в том случае, если меня берут на работу, я прошла собеседование. Но если вдруг я говорю, а ну-ка оплатите-ка мне французский, потому что я мечтаю съездить в Париж, естественно, вам никто ничего не оплатит. Потом, когда я начала искать возможности, что я хочу пойти учиться в феори-факшуле, а это стационарное обучение, то есть не связанное с работой, то мне сразу в РАФе сказали, что мы не оплачиваем обучение. И как только я поступлю туда на учебу, меня снимают с пособия, я должна за свой счет вот это все себе оплачивать. Естественно, когда я пошла учиться на массажную школу, я об этом никому не говорила, потому что это было все в карантин. Мы сидели все дома, и я решила этой ситуацией воспользоваться и пойти учиться. Если бы это была другая ситуация, то меня бы опять-таки сняли бы с учета хотя бы на вот эти дни. Потому что когда ты ищешь стопроцентную работу, то ты не можешь ходить в школу один или два раза в неделю. Это значит, что в эти дни ты работать не можешь, и тебе могут сократить пособия за вычетом этих дней. И еще один нюанс, что я узнала. Когда я нашла практику в Бацурцах и с радостью позвонила своему куратору, сказала, Боже мой, меня берут на практику, это моя новая специальность, у меня будет возможность там получить опыт. В Швейцарии он меня тут же охладил и сказал, Стоп, мы вам никаких практик оплачивать не будем, потому что вы должны искать работу, а не практику. Ну как же я найду работу, если у меня нет опыта в этой специальности? Никого это не волнует, так как эта практика была не связана с моей работой в сервисе. Эта практика связана с какой-то абсолютно другой работой, абсолютно с другой специальностью, и естественно это они не оплачивают. Слава Богу, меня взяли вместо практики на работу, я уже работаю как массажист. Я опять начала спрашивать своего бератора, что мне бы хотелось бы закончить какой-то аузбильдинг в этом направлении, так как требуется везде медицинский массажист. И он, проконсультировавшись с главным офисом, выяснил, что так как у меня нет никакого аузбильдинга швейцарского, у меня все дипломы, полученные в Украине, про школу я молчала, то они могут меня поддержать в получении фах аузбильдинга. В моем случае это медицинский массаж. То есть если я пойду учиться на медицинский массаж, стоит 50 тысяч франков, то они это смогут поддержать, но не финансово. Я должна найти какой-то штифинг, организацию, кто мне поможет материально оплатить эту школу, даст мне кредит на обучение, который я потом буду по частям отдавать. А они смогут меня поддержать, платя мне пособия на момент моего обучения. Но я должна буду выбрать, не беру взбегляйтенде аузбильдинг, где я параллельно с работой учусь и растягивается этот аузбильдинг на несколько лет. Нет, я должна выбрать такую школу, где я каждый день буду ходить на этот массаж и закончу его за полтора-два года. Вот это они поддержат. Я отказалась от этого предложения, потому что я и так себе тихонечко, параллельно с работой делаю свою школу, без всяких штифингов, без всяких кредитов. Кто-то у меня спрашивал, где взять кредит на обучение. Пожалуйста, полно этих штифингов. Они рассмотрят вашу финансовую ситуацию, стоит ли в вас инвестировать деньги, ваш возраст учтут, вашу специальность, конечно же, какие шансы у вас на рынке потом получить работу, чтобы возвращать им эти деньги. Я решила с этими кредитами на образование не связываться и своими силами потихонечку заканчиваю школу, параллельно работаю. Вот, теперь расскажу вам еще на опыте Беата. Беат тоже потерял работу летом. Значит, он руководил огромным садовым центром. И у него была шикарная зарплата, как у руководителей. И, конечно же, когда все вышли из карантина после первой волны, он так обрадовался, что наконец-то пойдет заново работа, но его вызвали на ковер и дали увольнение, так как он оказался экономически им невыгоден. Был очень дорогой для них специалист. И можете себе представить, его шок в 55 лет потерять работу. То есть не только иностранцев выпихивают на улицу. Это даже касается швейцарцев, высокооплачиваемых специалистов, когда они просто вдруг стали неугодными. Его настолько эта ситуация поглотила, что он реально не мог там спать 2-3 дня, и он пошел к врачу. Но на тот момент не только с работой была у него такая ситуация. До этого у него был 2 года, тянулся развод, у него были какие-то судебные тяжбы, то его счета арестовывались. И, короче, вот это вот все он уже психически не мог переносить. И тут плюс он еще работу потерял. Конечно же, когда он это все рассказал врачу, врач тут же дал ему больничный, сказал, что у него там нервный срыв, депрессия, все что угодно. Значит, вот тут вступает в силу закон, что если ты заболел, в момент этого кюнди-гумфриста, то увольнение откладывается на момент болезни, так как тебя не могут уволить во время болезни. Очень многие этим пользуются. У нас, например, в автогриле у нас почти там, наверное, 50% все имели бюрнаут, уходили и больше не возвращались. И работодатель ничего не может сделать, так как во время болезни он не может уволить сотрудника. И максимум там 3 месяца ты можешь вот это вот время использовать, растягивать свое увольнение. И, естественно, Беат точно так же подпал под вот этот вот момент. У него реально это была проблема, то есть он ходил к врачу, они ему предлагали там так из клиник и так далее. То есть вот он настолько был в этой ситуации, беластет, как говорится, погружен, что он реально боялся, как ему жить дальше, как ему платить счета, как ему платить эти алименты, которые назначены. Здесь же никого не волнует, что есть работа, нет, больной, ты здоровый. Вот, и тут есть еще такой нюанс. Значит, когда ты работаешь, то твой больничный оплачивает работодатель, вернее, страховка, где он застраховал своих сотрудников. То есть во время больничного ты получаешь 80% от своей зарплаты. Но когда ты уже безработный, у тебя этой страховки нет. И во время безработицы ты имеешь право заболеть на 45 дней. Это максимум, что тебе оплачивает безработица. А потом все, ноль. И естественно, когда он 3 месяца поболел, работодатель растянул его увольнение, потом они эту лавочку прикрыли, и он уже перешел в разряд безработного, то он не мог дальше быть на больничном, как бы плохо ему не было, потому что никто бы ему это не оплачивал. И поэтому он вынужден был прекратить свой больничный. Не потому что он был симулянт, а потому что реально ты стоишь перед выбором, либо я продолжаю болеть, иду в какую-то клинику, но при этом мне никто не платит пособия, либо я срочно перестаю болеть, и начинаю искать работу, и становлюсь, значит, обычно нормальным человеком. То есть вот тут вот, когда я слышу, что его сын на протяжении двух лет под видом болезни не ищет работу, и никто его не трогает, и он получает социал, и его ситуация, когда реально я видела, как ему было плохо, и как он был подавлен, вот этой всей ситуации. Вот, и, короче, чтобы вы вот это вот понимали, что на безработице болеть можно 45 дней. Дальше, по поводу отпусков. Многие тоже не знают, что просто так куда-то уехать во время безработицы вы не имеете права. Вы должны, во-первых, оповестить своего бератора, взять у него разрешение, то есть вы можете уехать первый раз в отпуск после 60 дней безработицы, то есть два месяца спустя вы можете взять пять дней на отпуск. Два месяца прошло, еще пять дней на отпуск. То есть если вы хотите на две недели куда-то уехать, то вряд ли вам этот раф одобрит, либо вы должны будете там, наверное, год стоять на безработице без отпусков, чтобы взять этот длинный отпуск. Но даже если вы уехали в отпуск, это не значит, что у вас выходные, вы все равно должны продолжать искать работу. Каждый месяц вы должны формуляр отсылать, куда вы послали бивербунги. И вот тут я не советую махлевать, потому что вам надо писать не только бивербунги, вам их надо сохранять, потому что ваш куратор может в любой момент проверку сделать. Можешь позвонить в любую фирму и спросить, почему вам отказали в работе, на каком основании. И вдруг он получает ответ, что не было никакого бивербунга. И если вдруг вас уличат во вранье, то вас могут снять способия. И расскажу еще одну мою ситуацию, с которой я лично столкнулась, благодаря нашим таким вот дружественным соотечественникам, которые живут в Швейцарии. Значит, когда я была на безработице, у меня была подработка в Тройхандбюро, я делала налоговые декларации. И я написала в одной из группе русскоговорящей в Фейсбуке, ребята, если у кого-то есть вопросы по налоговым декларациям, обращайтесь, меня взяли на работу в Тройхандфирму такую-то, пожалуйста, по любым вопросам я для вас там всегда есть. И что вы думаете, через два месяца мне прислали письмо из РАФа, что меня оштрафовывают на три месяца, лишают пособия, так как я решила в черную за спиной где-то там подрабатывать. И приложили, значит, скриншот моего поста из Фейсбука на русском языке, с переводом приложен, это же постарались, да, кто-то же делать нечего. Вот, и таким образом меня лишили пособия, несмотря на то, что мой шеф приходил в Тройхандбюро и говорил, что подождите, вот же мы официально проводим ее работу. Да, это она у вас работает одно дело, а то, что она в Фейсбуке пыталась подработать, это никто же не знает, сколько клиентов она там поимела с Фейсбука, поэтому так как она это не задекларировала, то, естественно, я попала на такой вот штраф. Слава Богу, что вот эта вот зарплата, которую я получала на момент работы в Тройхандбюро, она была выше, чем мое пособие по безработице, и я таким образом могла эти три месяца остаться на плаву. Вот, а в противном случае, конечно же, это была бы большая катастрофа, да, так как я тогда жила одна с тремя детьми, и никакого дохода другого у меня не было. Вот, и еще у нас была тоже такая ситуация, что когда я уже работала в сервисе, у нас очень много было с безработицей приходили к нам люди на подработку, и один из них встретил на каком-то банкете своего инспектора, причем он его там был большой турнир, там человек 200, он его там, видимо, не совсем заметил, и когда в конце месяца он прислал формуляр и не указал, что он был там на какой-то подработке, его, значит, этот куратор фотографию сделал, что, а вот, я вас видел на таком-то банкете, и опять-таки его оштрафовали. То есть не советую делать это в черную. Очень любят, когда вы занимаетесь с Вишен Фердинс, очень любят, когда вы ходите на какие-то подработки, и это официально регистрируете, потому что таким образом РАФ экономит, платит вам меньше за вычетом вот этого вот заработка, а вам тем самым продлевают вашу безработицу на вот этот срок, когда вы занимались какими-то подработками. Вот, и еще одну расскажу историю из личного опыта. Когда мой сын пошел на работу, на свою первую работу, он через 2 или 3 месяца получил травму колена. Был прооперирован, очень серьезная операция, разрыв сухожилий в колене и плюс мениском. И, наверное, 3 или 4 месяца он был там в гипсе, он не ходил на работу, он ходил на физиотерапию, и, конечно же, в этот момент его не могли уволить, так как он был на больничном. Но когда он вышел на работу, значит, ему врач написал, что ему нужно уменьшить нагрузку на колено, ему нельзя приседать, ему нельзя то, ему нельзя тяжелое поднимать, и, конечно же, его работодателю это не устраивало, потому что ему нужен был полноценный работник. И они начали делать все возможное, чтобы он сам уволился. То есть его отправляли на какие-то жуткие объекты, заставляли собирать с пола окурки, его отправляли в какую-то команду, где одни португальцы, итальянцы работали, которые его там конкретно мобили, и ждали, когда же он сам себя уволит. И он на каком-то перекуре со своими коллегами говорит, что завтра я ухожу в отпуск, скорее всего, я больше на этот объект не вернусь, так как я хочу поговорить со своим шефом, чтобы он меня куда-то в другое место перевел, так как это шайза работа, она мне не нравится, я здесь деградирую, я вообще не на то учился, что я сейчас здесь делаю. Значит, это была пятница, он пришел домой, в понедельник мы получили письмо, где шеф написал, мы подтверждаем ваше увольнение, в разговоре с коллегами вы жаловались на работу, что вам тут не нравится, вам некомфортно, вы не хотите, окей, мы подтверждаем ваше увольнение. И тоже фрислост его увольняют. Но тут же его рассчитали, то есть нигде не учитано, что у него есть неотгуленные отпуска, что у него еще есть какие-то там невыплаченные деньги, то есть его уволили вот сегодняшним числом. Рассчитывали, что мы какие-то иностранцы тупые, не знаем своих прав, я тут же написала работодателю письмо от имени сына, что мы не согласны с этим увольнением, я сам себя не увольнял, я никогда никому ни в устной форме, ни письменной не говорил про увольнение, я просто хотел поменять объект. И поэтому очень странно, что вы не слушали мою версию, я обращусь в унию для уточнения своих прав по этому случаю. А уния это профсоюз работников, который следит за выполнением всех законодательных актов по отношению работника и работодателя. И что вы думаете, реакция мгновенная была, то есть они моментально поменяли это все контракт, они тут же вызвали его на беседу, они тут же ему дали кюнди гумфриз 3 месяца, они тут же посчитали ему все отпуска и так далее. И таким образом, по-хорошему, они вот эту вот ситуацию закончили. Так что, ребята, всегда надо быть на чеку и всегда нужно свои права знать. И я очень советую вам, если у вас нет Ректшутсверзихерон, которые именно вот эти дела регулируют между работодателем и работником, хотя вы платите членские взносы в унию, они не так уж и дорого стоят, но у вас всегда будет защита, что вы всегда можете туда принести рабочий контракт и показать, достаточно ли вам зарплату назначили. И то есть для работодателя это такое вот как серая зона, когда они слышат унию, они сразу по-другому начинают с тобой общаться, потому что, естественно, никто не хочет там на какие-то нарушения выходить. Вот, ну и последнее, что хочу сказать по поводу безработицы, учитывая сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, с карантинами, когда очень много людей потеряли свою работу, те люди, которые попали на безработицу в этот период, им продлили безработицу на 3 месяца, потому что, ясное дело, найти сейчас какую-то работу для очень многих людей нет возможности, потому что даже те люди, которые имеют работу, у них Курцарбайт укороченные рабочие часы. И вот у нас, например, в термальном бассейне, мы, когда были на Курцарбайт, мы не имеем права нанимать новых сотрудников, потому что мы сами, наши же сотрудники, не имеют 100% занятости. И так как этот Курцарбайт платит страховка по безработице, то ты не имеешь права нанимать новых людей, чтобы они платили еще больше. И вот это начинается такой замкнутый круг, что людей поувольняли, а рабочих мест новых нет. Поэтому и продлили безработицу еще на 3 месяца. Вот. Я надеюсь, это видео будет вам полезно. На таких вот личных примерах своих я объяснила, какие есть нюансы, какие есть возможности на безработице. Кому интересна более такая подробная информация, как встать на учет, как отреагировать, какие документы нужны, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании, либо в конце видео, либо наверху я сделаю, значит, ссылочку на мой другой канал, Моя Швейцария. И там обязательно посмотрите видео, в который конкретно вот этот вот алгоритм действий, как встать на учет по безработице, в какое время, на что обратить внимание, там это все подробно прописано. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что лайкаете и цените мой труд. А мы увидимся с вами в следующих сюжетах. До завтра. Отличного всем дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok